Всем привет, с вами Кустра. Я продолжаю проходить народную солянку с Объединённым Паком-2. Это седьмая часть, и мы начинаем. Закурно, все, уйдем. Всем, кто меня страдает, дорогие, помогите! Военные режут нашего братья на руках! У нас убитый! Да я смотрю, там сталкеры наши неплохо справляются, но помочь им все-таки стоит. Тем более прикупил я хороший прицел лесового бока, но точнее нашел в одном интересном тайничке. Так, можно пособирать оборотчик. Так, быстренько. Убитых тут не так много, а там кто-то убежал. Только что чу жизнь обращался. Сейчас, кротяра, погоди. Обыщу тут гадов этих, и всё, и к тебе. Надо ж патрончики иметь. О, тут. Только, к сожалению, нет у него костюмчика. А этих уже опустошили. Ну всё, патронов не хватит, я теперь думаю. Ну, побежали, кротяра. Побежали. Так, надо проверить. Нету. Опа, а там военные. На военных надо убивать. Один, второй готов. А там, по-моему, двое только и должны быть. Всё, значит, расправился. Фух, тут тихо. Можем подождать, пока ореть закончится. Серый сказал мне, что мы ещё. Это здесь, где-то, под землёй. Я могу сказать, что мы у нас. Будь осторожен. Удачи. Блин, кротяра. Погоди. Минуточку. А то тут военные напали, и наши сталкеры хотят их перебить. Почему бы не помочь, ребят? Как хорошо валит обоградчик. Я смотрю. Очень даже. Ну, ещё будут гости. Никак никого не видно. Ладно, попробуем пройти чуток вперёд. Посмотреть, что там. Так, а вот и. Пожаловал один. Допрыгался? Красава. Смотрите, как сталкеры, братцы, меня прикрывают. Вообще, молодцы. Цырых нет. Так, ещё один. Вижу, вижу. А теперь не вижу. Где-то здесь же говнюк. Завалил. И братец, сталкер наш. Ну, всё, пожалуй, разобрались. АК-105 будет лучше моего. Нет. Они ещё с грантомётами. Опасно, опасно. Ладно, патронов у меня довольно-таки много и хватает. Единственное, что можно в поисках бронежилета тут порыскать. А так, ничего не более. Ну да, я уже всё, что мог, обыскал. Ну, этих сталкеров уже наши пощупали. Ладно. Сейчас поговорим с кротом. Спасибо тебе за твою помощь, сталкер. Не приди ты вовремя, был бы я уже покойником. Но я ищу информацию о Стрелке. Серый мне говорил, что ты что-то знаешь. Серый. Ну хорошо, слушай. Говорят, что Стрелок промышлял в этих местах. К тому же, где-то в здешних подвалах находится тайник Стрелка. Говорили даже, что здесь была база его группировки. Мы-то уже искали тайник, только ничего не нашли. Я тебе скину информацию, может быть тебе повезёт. Там вся информация о тайнике, которая у нас есть. Есть ещё одно дело, возьмёшься или нет. Решать тебе, речь идёт об информации о рецепте арт-модификации. Ну и как мне попасть в эти подвалы? Тут один из многих входов. Через него ты попадёшь в один из соединённых друг с другом подвалов. Ну а там смотри сам. Карты у меня нет, они очень длинные, с множеством комнат и довольно забутанные. Ну спасибо за информацию. Так, нету тут никого до сих пор. А то вот надо проверять, потому что если военные подкрадутся незаметно, будет очень плохо. Так, здесь посмотрим. Так, никого нет. Бывает жизнь тосклива, что даже чай не лезет в глотку, а лезет только пиво, которому заперываешь водку. Вот такой вот повар у нас стихоплёт. Ну какое дело, не томи. Ну пару часов назад отсиживался в ЖД тоннеле, в том, что напротив входа на завод получил СОС от здешних ребят и рванул на выручку. Но в суматохе сборов выронил ПДА свой. Тут вояки налетели, не до этого не было. Может, обернёшься туда-сюда по-быстрому, найдёшь его. Если только аномалии, я попробую, в принципе, здесь недалеко. Ну можно со сталкерами даже поторговаться, что тут. Ай, мало вы скуп... По фигу вы цене вы как-то вот всё. Ой. Ну слушайте, ну смешные цены у сталкеров-то здешние, господи. Играл бы я без правки на патроны, я бы не знаю, что я делал бы. Буковал бы, наверное, посидел. Так, вот я спецназовцев, кстати говоря, не до конца всех обыскал, поэтому можно походить, побродить. Может, что-то интересное найду, и вот какие-то нашёл. Только я смотрю, мой костюм намного лучше... ...от этого... ...чем у этого товарища. Так, ну что? А тут дробь. Не, дробь у меня хватает. И вообще в обрез этой дроби... ...не в обрез, а точнее много этой дроби. Причём достаточно много, что в тайниках я просто уже заполонил каждый тайник этой дробью. А без этой правки вот дроби было бы вот как раз-таки в обрез. Вот это вот будет уместно, это вот понятие. Кстати говоря, вот этот ПДА очень интересную историю за собой влечёт, поэтому... ...надо сейчас сохраниться. Эй, ты, выходи по-доброму, а то костей не соберёшь! И тут майор Бражников нам говорит... ...выходи из тоннеля медленно, без оружия, не делай резких движений, я обещаю не открывать огонь по тебе первыми. Даю две минуты... ...время пошло. Видите? В последнем патче всё глобально поменялось. Давно были спецназовцы, где-то штук десять, которые были раскиданы именно вот не внутри. А вот именно снаружи этого тоннеля. Их можно было спокойно перестрелять, а тут, видите, как всё происходит. Целый десант. Сталкер, стой, где стоишь, и давай без глупостей и резких движений. Да стою я, стою, не надо нервничать, майор, чем обязан такому визиту. Нервничать в данной ситуации нужно тебе, а не мне. Давай без дураков, ты сейчас отдаёшь мне ПДА, который только что нашёл в этом тоннеле. Не можешь идти на все четыре стороны. Я не сторонник ненужного кровопролития, ничего личного. У меня приказ от начальства доставить этот ПДА в штаб. А приказы я привык выполнять. Если в течение получаса не сообщил штаб, что этот ПДА у меня, то на агропроме будет высажен массированный десант, и местное зачищено в ноль. Ах, вот оно что, если вы здесь из-за ПДА оказывается. Видишь ли, не могу я просто так взять и отдать этот ПДА. Хоть я не получал никакого приказа, но обещал вернуть его владельцу. А слово своё я привык держать. При всём уважении, майор, но может как-нибудь по-другому договоримся? Хорошо, давай так. Сам по себе этот ПДА мне не нужен, но информацию, записанную в нём, очень ждут в штабе. Как выглядит конкретно этот ПДА, там не знают. Так что предлагаю тебе такой вариант. Ты сейчас отдаёшь его мне, пока мы ждём вертушку приблизительно через 20 минут. Должна прилететь и забрать нас отсюда. Я скопирую всю информацию на другой, точно такой же носитель. А оригинал оставлю, скажем, шерстюку, местный прапорщик. Здесь же на агропроме штаны протирает. Поставишь ему ящик водки и заберёшь свой ПДА обратно. Ну так как, договорились? Ну ты голова, майор, отличный вариант. Конечно договорились, забирай ПДА. Вот так вот, теперь нужно искать ещё 20 бутылок водки. Ну из того, что я поубивал военных на агропроме. Вот, сейчас даже покажу, где вот в этом месте в целом и десант, и обычных, то благодаря этому у меня скопилось довольно-таки много этой самой водочки. Ещё можно с нычки на свалке и с кордона ещё принести. Ну с кордона я, наверное, трогать не буду, а свалки принесу. Так вот, а теперь давайте поговорим с Кротом насчёт этого дела. Крот, тебе сразу башку открутить или поживёшь ещё немного? Что случилось? Ты нашёл мой ПДА? Да твой ПДА пасут похлеще, чем ядерный чемоданчик президента. Когда зашёл в тоннель, у выхода нарисовали спецназовцы во главе с майором. Хрен сотрёшь. Еле ноги оттуда унёс. Хорошо, что ещё этот майор адекватным оказался, удалось договориться. Кали, что за инфа в этом ПДА? Рося спецура в зоне, так за ним охотятся. И, кстати, с тебя ящик водки. Извини, я реально не думал, что всё так получится. Выходит, я тебя подставил. Надо было сразу всё рассказать. Меня в этот тоннель загнали вояки. Действительно, из-за моего ПДА. В нём была очень ценная информация о подземных коммуникациях агропромы. И не только это. Там ещё много чего полезного. Скачал эту инфузу с ПДА одного сталка. Когда он нажирался в зюзи и отрубился. Хотел продать её информатору в баре. А то в последнее время с деньгами совсем швах. Не знаю, как спецура вышла на мой след. Но только три дня я от них по всему агропрома как сайгак бегаю. Сначала отсиживался в катакомбах. Но и там достали. Выкрыли на поверхность. Я нырнул в этот тоннель. Хотя он немного пополнит запасы еды. А тут вояки нагрянули. Благо рядом были ребята из моей группы. Отлекли вояк. Прикрыли. А я в это время как ошпаренный выскочил из тоннеля и в комплекс забежал. Ну а дальше ты знаешь. К самому разгару наших разборок с вояками подоспел. А водки меня нет. Забери, если хочешь, всё из моей нычки в тоннеле. Она недалеко от того места, где я выронил мой ПДА. Извини ещё раз, что всё так вышло. А сразу нельзя всё было рассказать. По-нормальному, по-честному. Может быть я тогда подготовился получше. Эх, не хочется мне опять в этот тоннель лезть. Надеюсь, моё разгруппы уже забрала вертушка. Вот так вот. Ну что ж, пойдёмте тогда глянем в ту нычку. И заодно я своей нычки заберу водочку. И можно сходить к майору шерстю. Чтобы забрать этот самый ПДА. Так, ну и правда никого там нету. Слава богу, ну ладно. Давайте посмотрим, что у него тогда там в тайничке в этом и лежит. Тем более, водочка лишней не будет. Возможно, скоро мы будем выполнять, кстати говоря, квест Кузнецова, где вот как раз-таки эта водочка нам ещё раз пригодится. Так. Пачка денег, аптечка, всякие патроны. Ну, забираем. Так. Деньги, ну-ка, использовать. 367 рублей. Чё-то какое-то небогатое особо. Кратяра оказался. Ну что ж, давайте тогда я заберу из своей нычки водку. И пойдём, наверное, к прапорщику, шерстяку забирать этот самый ПДА. Ну что ж, я уже в подземельях Агропрома, как можно заметить. И давайте зачистим тут местность от бандитов. Кстати говоря, насчёт шерстюка целого ящика бутылок водки меня не нашло. Я с ящик бутылки водки это 20 бутылок. Видимо, в следующий раз их достану, потому что сейчас пока что столько у меня нету. Так, нужно гранатку использовать. Давай-давай, попробуй. Обходим. Обходи, дорогой. Да ну, шарачих по мусалам. Я смотрю, здорово меня обошли. Ну ладно. Это ж всего лишь бандиты, господи. Блин, всё-таки зря я фонарик отключил. Очень даже зря. А вот тут вот надо взять что-то помощнее. Ну и зарядить, собственно, тоже. Так. Блин, ну не против же крыс-то. Ладно, ой. Друг, я смотрю, ты ко мне пожаловал. Хорошо. Хорошо, отлично. А теперь будем зачищать военных. Перед этим можно ящичек. А, тут обычные гранаты. Ящичек оказался нам крайне бесполезным. Ну-ка, помаразим. Вышел один, второй. Ну что там стоишь, выходи. А можно туда, кстати, варе из подствольника выстрелить. Чтобы дело было побыстрее. Опа. Ещё один откинулся. Ещё один откинулся. А давайте выстрелим. А так-то? Ой, не то. Вот. А, на побежали. Кстати говоря, если с последнего времени ничего не поменялось, то можно, кстати говоря... Ой. А, у нас тут многое смотрю. Ну, давайте тогда... Немножко здесь подчистим. Если с последнего момента ничего не поменялось, то сейчас... Всё пойдёт по плану. Бегаем сюда. Очутились. На лестнице. Хорошо. А теперь нужно, убивая военных, добежать чуть ли не до самого конца. Там должен быть на лестнице телепорт. Ух ты ж. Они сюда аж прибежали. Ой-ой-ой. Водяки совсем обалдели, я смотрю. Так. Знаю, где вы там? Прямо же сюда гранату кинуть. Вот какую-нибудь такую, например. Так, вот я там его убил. А что ты делать будешь, а? Всё. Кажись. А где мы здесь? Здорово, вот здесь. А, кстати, насчёт телепорта. Вот же он, телепорт. И, кстати говоря, это... Благодаря этому телепорту можно было сразу попасть в тайник стрелка. Благодаря... Вот, видите, мы становимся вот сразу сюда, и... Сразу он срабатывает. А давно можно было забраться на эту корягу, запрыгнуть в телепорт, и мы сразу оказывались в этом самом тайнике. Так, ну, сюда мы, наверное, попозже чуть пойдём. А сейчас пока что по телепортам мы в сам тайник стрелка зайдём, заглянем. А потом уже чуток дальше пройдём. Вот так вот. А потом мы на базу пойдём. Военных, сосен... Среди... Ага, у них чё-то не убил. А на базу военных мы пойдём другим способом. Когда мы выберём все сподземелье Агропрома, я вам об этом расскажу. Всё, получилось с первого раза, потому что иногда, если вы долго бегаете, то аномалия вас плевает. Стрелок, у меня хреновая новость, Иглык погиб. Тебя не застал, зря ты один к центру пошёл. Впрочем, дело хозяйство. Тут мы находим самую редкую пушку, наверное. Это АК-стрелка. И что самое интересное, в зоне всего их два. Поэтому вот так вот. Но не спешите, не выбрасывать, не продавать, потому что другого вы такого не найдёте. А менять это АК-см можно у адреналина на такой же, но уже починенный. Тут мы нашли комбинезон, стрелка, который нужен по квесту Беса. Вот так вот. Теперь давайте отсюда выбираться. Но это будет не совсем, так скажем, выбираться будем. Выбираться я буду отсюда через вход в эту пещеру. Ну не пещеру, а подземелье, точнее, что-то я уже путаю. Как мы сюда вошли, так мы отсюда и выйдем. А всё из-за того, что сразу появляться на базе военных, это не совсем хорошая ассо. А благодаря тому, что мы выйдем через вход, то у нас очень много шансов перебить всех военных и занять хорошую позицию от Маракаси. Ну кто знает, тот поймёт. А тут у нас Сеня журналист, мы на нём находим фотоаппарат. Флэшкарту. Волк, твоё чутьё тебя не обмануло, похоже, Сеня застрелился, причины неизвестны, мне очень жаль. В его ПДА я нашёл условия контракта, если я сделаю снимки, то кому могу передать фотографии и получить награду? Чёрт побери, ему бы жить да жить. По твоему вопросу, у Сидоровича есть контакты с военными, можешь отдать ему плёнку. Спасибо, что сообщил про Сеньку. Вот такие вот дела, товарищи. Кстати говоря, давайте посмотрим на это задание, оно очень, очень интересное. Ооо, да, оно вообще не поменялось, я смотрю. Нужно сфоткать все виды мутантов и аномалий. Ну что ж, с этим мы более-менее встретимся и всё сделаем. А теперь... Сэр. Что там у тебя интересного? Запись на диктофоне, рука контролёра и визуар. Визуар, ни в коем случае никуда не девайте, потом в будущем будем варить. очень хорошие артефакты. Ну что ж, а теперь я буду возвращаться отсюда таким же способом, как и пришёл. И я вам покажу, как нужно захватывать базу военных на агропроме. Итак, выброс я на поверхность и теперь давайте вам покажу, как нужно захватывать базу военных на агропроме. делается на самом деле это довольно-таки легко и просто. Просто нужно занять ключевую позицию. В нашем случае ключевая позиция это вот это здание. Как туда добраться? Через вот эти ворота запрыгиваем в окошечко и держим оборону. Если всё сделали правильно, то вы благополучно всё зачистите, всё у вас получится. Единственная ваша проблема это вертолёты, которые вас будут обстреливать. Ну, и на этом проблемы пожалуй закончились. Самое главное, когда вы будете подходить, нужно засветиться. Видите, я засветился от этого товарища. Теперь нужно запрыгнуть в окошечко. Вот так, вот в окошечко запрыгнули. А теперь отстреливаемся. Так вот. Пошла жара, ребятки. Порвешь, порвешь, обязательно, мужичок. Мужичок. О, летит вертолёт. Опа, нарвался, нарвался. Ой, это же такой был. Вот видите, я слишком хорошо так вылез, поэтому лучше лишний раз так не делайте. И вот тут сидите спокойно и отстреливаетесь. Тем более, засветиться засветились, они знают, где мы находимся, они будут сюда в эту нашу нычку лезть и будут пытаться нас убить. А когда прилетит вертолёт, будьте готовы, чтобы здесь появится один человек из десанта. Идёт. Пришёл. О, аптечки, патроны. Самое главное, чтобы вас не начал стрелять вертолёт. Вот это самое главное. Вертолёт это всё портит, всё на свете. Он простреливает через здания, стены, хоть они и бетонные, как будто кажутся. но вот когда он начинает пулять ракетами, это всё, это верная смерть. Причём он появится тут не один раз, я вам могу сказать. Конечно же, порвёшь. Кстати, сюда было бы очень прикольно поставить мину. Только прикол был бы в том, что она меня, наверное, бы зацепила. видите, пошла жара. Так, сохраняемся. О, видите, что происходит? Ладно, ещё раз попробуем. Так. Всё, пошла, пошла жара, ребятки. Лёх, жалки, вы посмотрите, уже сколько там трупов лежит. Ну, и где вы там? Кто тут у нас вообще? Четыре из десанты и двое обычных. Ну-ка, давайте попробуем. погеройствовать. А, идёт он спокойно, вальяжно. Ну-ну-ну. Ну что ж, всех я перебил. Тактику и секрет победы я вам рассказал. Теперь давайте с поднятой головой забирать наши документы, честно, заработанные. Находятся они на третьем этаже. Кстати говоря, на этом моменте наши перестрелочки, насколько вы помните, не кончаются. Вот, кстати говоря, артмод. О, не артмод, а новый путь. А вот наши документы. Меченый, я сообщил о тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что, ноги в руки и к нему. Хорошо, Сидорович, только перед этим я должен разобраться со своими оппонентами. все вы бачите. Не то, что надо. О, не вертолет. Ой-ой-ой. А не попал. Ой-ой-ой. А что-то пошло не так. Ой-ой-ой. Вот это да. Так. А здесь нужно быть аккуратнее. Тут у нас маяки пошерстить любят. Осторожненько. Ты веселая друга. Экипаж. Ты что творишь? Ни хрена ты тут, блин. Из кустов выпрыгнул, блин, такой. Ой-ой-ой. Опасно, опасно. Кстати говоря, новый путь там и нашли бумажечку. А тут у нас еще имеется бумажечка с артмодом. Сейчас давайте ее заберем. А вот и она. А теперь давайте двигаться к прапорщику шерстюку и отдадим ему бутылочку водки. А находится он под этой антенной. Пойду заберу водку и принесу этому прапорщику. Добрался я до прапорщика шерстюка и стойника забрал для него ящик водки, то есть 20 бутылок и давайте ящерка и слова. И только насчет денег разговора не было, ты ничего не перепутал. Ладно, про деньги сам прибавил, майор только про водяру говорил, но видишь ли в чем дело. Дочка у меня родилась неделю назад, жена прислала письмо, говорит, поздравляю, ты теперь папаша. я как раз 9 месяцев назад в отпуске был, но я по такому поводу накрыл поляну ребятам, отметили, а деньги-то на хорошую закуску занял, от тушенки до сухпайков тошнит уже. И теперь отдавать надо, согласись, сумма-то невелика. Будем считать платы за хранение, ведь я его мог как бы и потерять, верно? Ну хорошо, раз дочка родилась, то поздравляю, вот достал водку и деньжата, вроде как имеется держи. Вот такой вот пропорщик, шерстюк. А также он и является торговцем, и можно у него Абакан, снабженный трехкратным прицелом, приобрести или пулемет ПК. Вот так вот. Не стой! Подходи! Да, я уже с тобой поговорил. Ну что ж, а теперь отправляюсь к еще одному торговцу. Мы, наверное, догадались, кто это уже будет. Это торговец Адреналина. А вот его... Подходи, раз пришел! Кстати говоря, как раз таки у него можно прикупить штык-нож, который нужен для задания по квесту прапора на свалке, только я пока что его не вижу. Но он у торговцев то появляется, то исчезает. Самое главное успеть его купить. Так, многие представляют всякие глушители имеются. Все-все-все. Но вот видите, пока что вот нету у него этого. И, кстати говоря, советую всем закупиться вот такими аптечками, потому что они нам в будущем должны пригодиться. Привет, ты кто? Привет, я здесь не торговец, ассортимент у меня небольшой, но может чего тебе и сгодится. Еще капсулами приторговываю. Тебе Аким, наверное, уже сказал. Да, был разговор о тебе и дорого продаешь. А значит, еще не забыл про напарника. А цена приличная, но товар специфический, редко где найдешь. Так, вот хотел спросить тебя, а ты стволы не ремонтируешь. Нет, я не ремонтник, могу только обменять и то, один единственный ствол, это уникум, вернее, их два идентичных. Первый делался по заказу одного матерого сталкера, стрелок вызвали. Это был мастер. Как он выглядит, где он сейчас, и где тот ствол, я не знаю, но я знал человека, кто делал эту пушку. Он сделал их не одну, а две. Это укороченный автомат с несъемным глушителем и прикладом, сделанным специально по размерам и форме, указанным заказчиком, скорострельностью этой пушки, мама не горюй. Оптику и под ствол установить нельзя, чувствуется, что этот стрелок был мастером и предпочитал контактный бой. А это вдвойне искусство. И где же тот мастер, что изготовил эти стволы? Погиб. Забрала его из одна из аномалий зоны. Пушка осталась, забрал я ее, не бросать же уником на дороге, я не профи, поэтому она мне без особой надобности. Но уважаю тех людей, кто сделал это оружие, я могу только поменять изношенный ствол на новый, ну и возьму за услуги тысяч тридцать. Если вдруг у тебя окажется этот ствол, да в плохом состоянии, не выбрасывай, можешь брать деньги и приходить, я поменяю тебе на новый. Понял, спасибо. Так, ты говорил, что можешь обменять изношенная автоматстрелка на новый. Ну да, было такое дело. У меня есть этот ствол, и тридцать тысяч тебе за услугу. Где же ты его взял? Ладно, не буду расспрашивать. Раз обещал, значит обменяю. Ты не передумал? Нет, вот держи деньги и сломанный ствол. Вот, теперь он нам его починил. Кстати, говоря, можно закупиться даже вот эти патрончики, которые используют наш автомат. Давайте посмотрим даже. привет, Ну и что же? Ты наверняка побываешь у профа одного на Янтаре, Сахаров его фамилия. Он человек науки, по зоне не ходок, так что любят задания всем подходящим сталкерам давать. Я не против, подзаработай, если хочешь, он хорошо платит. Но у меня будет одно дело для тебя на Янтаре. Знаю, должны военные туда прилететь на вертолётах, перехватил их сообщение. Так вот, стрелка у них там. С кем не знаю, знаю только, что пулемёт они хотят продать или отдать. Нужна мне та пушка. Она тебе тоже? Незачем. Патрона всё равно нет. Так что разузнаю у Сахарова, когда этот пулемёт или вертолёты прилетят. Он должен знать. С вертухами особо не навоюешь, поэтому действуй осторожно, согласен. За такое задание одной винтовки маловато, шучу. Попробуй отыскать. Слушай, ты, наверное, сможешь мне подсказать. Говорят, есть тропка на новую территорию АТП, вроде называется, но я не знаю, где она начинается. Ты не знаешь, случайно? Да, я знаю такую тропку, только она бесполезна тебе. Сам с той территории ты не выберешься. Говорят, выходов оттуда есть целых три. Обратно на кордон, армейские склады. Я аж в Припять. Я знаю только один на кордон. Шерстюк, отзовись. Доктор просил передать тебе пять лет, осталось максимум, сказав, что ты поймёшь. Интересно. Вот здорово, не подскажешь. Подскажу, но особо за услугу. Вещица мне нужна одна. Она как раз-таки находится на новой территории. Ну и что за вещь? Диск. Обычный компьютерный диск. Его один сталкер умыкнул у одного из руководителей монолитовцев, а пропал где-то на этой самой территории. Диск тебе не нужен, а информация там зашифрована. Да и мне не прочитать. Заказал этот диск мне один капитан. Последнее сообщение от того сталкера было неделю назад. Он спрятался от мутантов в одном из сараев рядом с территорией АТП. Если возьмёшься с меня, Магарыч. Да и вот что ещё говорят. Бандиты усиленно ищут этот диск. Думаешь, что на нём есть сведения о переходе с АТП к центру зоны. Так что будь осторожнее. Место, где расположен вход и выход с территории, я тебе скину в ПДА. Но будь осторожен. Там то бандиты, то монолитовцы ошиваются. Опасно. Да... Попробую отыскать тебе этот диск. Вот такие вот дела, товарищи. Зачем пришёл? Было бы, кстати говоря, очень интересно испытать наша Кастрелка на самом-то деле. И, кстати говоря, если у вас есть вещи на продажу, то обязательно их тащите, волоките. Потому что сейчас будет мобильный торговец. С двумя торговцами сегодня встретился. Во как. Ну, собственно, вы сами сейчас всё увидите. Просьба ко всем не открывать огонь по моему вертолёту. Это мобильная торговля в зоне. У кого что есть продать, прошу поторопиться. Вертолёт совершит посадку недалеко от тоннеля. А вот он ещё один торговец, который его кличка Седой. Ну что ж, давайте тогда с ним поговорим. И если у вас есть что-нибудь продать, то обязательно это делайте. У меня есть на это случай нычка, которая расположена совсем тут недалеко. И поэтому я всё, что смогу, то продам этому Седому. Привет. Фига себе, торговцы уже на вертолях летают. Сервис, как в Америке. Привет. Я Седой, мобильный торговец. Про Америку забудь. У нас всё равно лучше сплошной беспределы кидалово, гей. И последнее слово ко мне не относится. Всё просто. Поднакопил деньжат, беру в аренду вертуху с пилотом, плачу за солярку и начальству армейскому. Вот планирую вообще вертуху эту купить. Удобно за один облёт зоны, я ошибаюсь. Столько, столько все... Статарно... Вот планирую вообще эту вертуху купить. Удобно за один облёт зоны, я ошибаюсь. Столько, столько все стационарные торгаши, вместе взятые за неделю, не зарабатываю. Оттого, они меня не любят. О чём торгуешь? Подаю только мелочь, скупаю всё по дешёвке. Но не надо тащить стационарному торговцу. Если сработаемся, могу прилетать по вызову, когда товара много. Могу привозить попутно нужные вещи, или оружие на заказ. Ну, сам понимаешь. Сколько будет цена у пушки, если ради её одной вертуху гнать? Могу и сам сделать тебе заказы. На редкие арты, например, купать такой заказанный товар буду за реальные деньги, они побросываются мне. Но неплохо. А сейчас уже можно что-нибудь заказать? Не, погоди. Я тебе совсем не знаю. Пару раз торгуемся, а там видно будет. Если всё нормально пойдёт, даже предоплаты на заказ тебе брать не буду. А пока скидывай по дешёвке всё, что не нужно, если хочешь. Порядок у меня такой, прошу его запомнить, без разницы. Сколько народу хочет продать товар, ветушка делает посадку минут на пятенок. Наноси. Не более опасно в зоне, да и желающих меня ограбить хватает. Потом эти монстры противные. Короче, успел, не успел, а верши ждать не будет. Понял. Когда в следующий раз прилетишь? Наша встреча — это первый пробный вариант для знакомства, так сказать, возможностей. Я тебе сказал, а далее тебе решать, нужно ли нам встречаться. И он продаёт чуть ли не ящик водки, но водка очень дорогая, поэтому иди ты в жопу седой. Вот так вот. Нужно-ненужные вещи ему продам. А теперь я иду. На поиске приключений. На поиске приключений.